Всем огромный привет! Сегодня мы посмотрим превью обзора на Lenovo A789. Ну, превью обзора это будет небольшой ролик о том, как я распаковываю его. Далее, спустя время, будет полный уже обзор, соответственно. Планшет, телефон, чем не запомнился? В том смысле, то что доставка была примерно, ну я не знаю, месяца два, наверное, минимум, точно. Потому что доставка была почтой Сингапура, хотя она везде, как вы могли видеть, допустим, если на Алиэкспресс заказывали у кого-нибудь, то видели, что она платная. Ну, чуть дешевле, чем Гонконга, но, как бы говорят, аргументируют тем, что она вроде как бы разгружена, более-менее разгружена по сравнению с китайской почтой, поэтому через нее должно быстрее. Я пользовался два раза этой почтой и остался крайне плохого мнения о ней. Так, ну, тем не менее, уже распаковали. Видно, что коробка Lenovo. В принципе, все знакомы, наверное, с этой моделью телефонов, потому что, ну, как минимум, наверное, год, года полтора назад она вышла. Еще тогда было сравнение, я вот не знал, взять ли Lenovo вот этот телефон, либо свой телефон Zopo ZP100. Ну, выбрал его, в принципе, пока не жалею, но вот все-таки решил попробовать также Lenovo, потому что очень было интересно. Так, что у нас интересного в упаковке? Так, ну, вот сам аппарат. Ух ты, как точно-то засунули. Так, ну, это все понятно. Адаптер фирменный, кстати, Lenovo с переходником для российских розеток положили. Отлично. Вон как, а то неграмотные люди вытряхивают. А тут все уже усовершенствовано. Так, ну, чехол, я так понял, что ли, положили силиконовый на него сверху сразу. Да, ну, так и есть. Сам телефон упакован в пленку. Так, пока мы там будем разбираться, мы его уже включим. Если батарея есть, что-то он такой легкий. По-моему, батареи нет, он от батареи будет сейчас ставит. Да, точно. Батарея оказалась снизу. А с чем приглянулся вообще еще телефон этот, то, что у него батарея 2000 мАч. При том, что экран меньше. То есть, соответственно, жрать будет, как говорится, меньше. И должно хватить на больше. Вот я считаю, что в телефонах это очень большой плюс, если батарея мощная. В моем ZOPA ZP100 был порядка, наверное, аккумулятор 1500 мАч. Держал он неплохо. Ну, через год уже можно было и пожаловаться. Мне очень понравилось. Здесь, в принципе, должен, я надеюсь, работать он дольше. Так, включается пока телефон. Так, это у нас запечатанная инструкция. И гарантийный талон. Все ясно. Так, из аксессуаров у нас положили нам наушники. Я вот, честно говоря, пока не вижу. Это настоящий или новый или нет. Ну, считай, они где-то никак не маркируются. Я думаю, скорее всего, нет. И зарядка, точнее, USB. Так как мы знаем, что уже зарядки нет. Поэтому от USB фирменной или нового сразу видно. Так. Ну, смотрим, что здесь интересного. Все стандартно. Так, на русском у нас вроде. Да, на русском. Экран. Я вот... Большой разницы, в принципе, с... С... Своим... ЗОПО ЗП-100. Ух ты. По размеру не вижу. Сейчас по яркости посмотрим. Так. Так, вот. Вот максимальная яркость. Так. А у этого... Ну, по яркости... Даже не знаю, кто выигрывает. Все-таки, наверное, вот этот более ярче. Посмотрите. Ну, сенсор же сразу видно. Быстрый. Вроде Lenovo нас и не должен был подводить. Потому что вы, как знаете, наверное, лучше меня. То, что... У Lenovo уже давно вышел на наш рынок. В отличие даже от того же ЗОПО. Потому что на нашем рынке его не найдете. Его только через Китай заказ. Lenovo у нас продают и ноутбуки, и телефоны. Поэтому Lenovo уже стал немножко держать свою цену за марку. Этот телефон я покупал за 127 долларов. Ну, сами считаете. Где-то примерно 4,5 тысячи выходит. Android здесь 4. Разрешение 800 на 4. Значит, на 480. Ну, если может внимательно приглядеться. Пока особых зерен не видно. Что разрешение маленькое. И должно зерениться экран. На этом превью все. Обзор смотрите полный. Через несколько дней на канале.